Словку читаем в русском народе, потому что именно наша страна всегда обращалась к Илье Пророку, ибо страна была аграрной, то есть наши предки, наши отечественники очень имели близкое отношение к земле, то есть выращивали хлеб, и поэтому именно обращались к Илье Пророку с просьбой о дожде. Очень часто бывали засухи, а мы с вами знаем из истории о том, что Пророк Божий Илья испросил у Господа наказание, когда народ израильский отпал от истинной веры, и он просил у Господа, чтобы Господь наказал этот народ, и вот Господь на протяжении трех с половиной лет не давал ни росы, ни дождя на землю израильскую, и тогда народ действительно отошел от илопоконства, от язычества и вновь обратился к вере Ветхого Завета. И Пророк Илья не только просил Господа о том, чтобы он наказал народ за его неверие, но и сам готов был пострадать вместе с этим народом. Но мы знаем, что Господь по своему великому милосердию сказал ему пойти к царепу Сидонскому, к одной из Давидц, и случилось чудо, хлеб, немного хлеба остававшегося у Давидцы, и масло в кувшине не исчезали, то есть великой помощью Божией эта пища оставалась нетлемной, и эта пища не прекращалась, пока Пророк Божий Илья находился у этой Давидцы. И вот сегодня мы с вами вспоминаем память этого Ветхозаветного Пророка, и, конечно, для каждого из нас Пророк Илья должен быть примером ревности о славе Божией. То есть он настолько близко воспринимал к сердцу, когда люди отходили от Бога, настолько переживал о том, что народ израильский отходил от Бога, что он готов был и сам страдать вместе с этим народом, лишь бы привести народ к покаянию, лишь бы привести его к настоящей истинной вере. И, конечно, мы с вами, последователи апостолов, должны также брать примеры семьи Пророка и проповедовать Слово Божие. Мы не должны проходить мимо, когда творятся какие-то беззакония. Мы не должны смотреть просто на грех. Мы должны помогать людям останавливать их во грехах, и, конечно же, проповедовать Слово Божие, призывать людей к покаянию. И тогда, действительно, Господь, вот эту нашу веру, нашу ревность о Его славе, о славе Божией, вменит нам в праведность и сподобит нас в жизни вечной. Аминь. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры, причастников с принятием святых христовых тайн. Продолжение следует...